всем доброго времени суток дорогие мои друзья мы никуда не пропадали я вам всегда говорил у нас в приоритете наша работа конец года много работы накопилось появились новые объекты так получилось работаем трудимся и если вы внимательно нас слушайте то мы всегда подчеркиваем что мы не блогеры да понимаю вы ждете но поймите нас тоже работа есть работа надо помогать надо кормить наших питомцев и не только наших питомцев вы знаете кому и как я помогаю о чем я хотел вам сказать в субботу в эту субботу я еще конкретику дам во сколько мы приведем с вами очень интересный стрим про блогеров чем больше ты окунулся в эту стихию да то есть можно сказать публичную ну как есть тем больше начинает возникать вопросы именно в твою сторону то есть не у тебя возникает вопроса в твою сторону то есть есть некоторые блогеры которые попрошайки есть блогеры которые заводят собак тоже начинает попрошайничать обманывать кидать людей в основном женщин они поговорим а также очень интересная ситуация произошла неделю назад некий блогер пустой блогер которая из себя ничего не представляет даже если я назову его имя вы вам это ни о чем не отдать ничего не скажет может кто-то знает попытался через желтую прессу на меня каким-то образом надавить якобы мы его обманули обманули человека который за душой не имеет ни гроша которого все знают как бывший муж ксении бородиной а не как определенную личность а просто бывший муж человек который в этой жизни наверное ничего не не сделал полезного ни для кого первую очередь не для себя я долго молчал ничего не хотел говорить но поймите мужчины уже начали разбираться в соц сетях поливать грязью писать заявление а для начала приглашать на встречу сначала уважаемых людей просить чтобы встретились а когда уважаемые люди встречаются жмут руки а потом они подставляют пишут заявление и бегут со стороны бегут как последние крысы даже не оглядываясь также желтая пресса которая не уточнив информацию не узнав информацию публикует то что ему говорит некая непонятная личность которого знают как бывший муж ксении бородины многие наверное видели мои шорсы и задавали вопрос к чему мои шорсы чему олег сергеевича кого подкалывают я не подкалываю дорогие друзья я удивлен людьми которые которые боясь смотреть в глаза пытаются за твоей спиной как крысы нагадить и не понимая что говорят я понимаю люди эти зависимы они много лет находятся в определенной депрессии иногда они совладеют своим умом разумом что говорят и как говорят но бежать они умеют хорошо так бегут что аж искры летят из-под ног дорогие друзья говорить в этот диалоге не совсем правильно монологи не совсем правильно то есть я говорю вы слушайте эту запись субботу я скажу точное время мы разберем все ситуации меня приглашали многие телевидения желтые прессы имею ввиду вот эти желтые прессы дать интервью касаемо этого мне не о чем давать интервью никому интервью лишь дает тот кто в чем-то виноват или в чем-то замешан меня люди знают как бизнесмена меня люди знают как мецената не на словах а на поступках мало чего я показываю много куда езжу помогаю делаю воспитываю своих питомцев то есть я не боюсь свое лицо показывать но люди особенно мужчины мужчины которые в юбках пытаются через соцсети через какие-то желтые прессы что-то кому-то донести естественно мне никто не нужен у меня есть своя аудитория перед кем я говорить честен это неправильно перед тем перед тем я показываю себя таким какой я есть не больше не меньше естественно есть семья есть бизнес да есть вещи которые ты не должен опубликовывать это потому что это канал про собачку но перед своим зрителям я такой какой я есть много людей приезжало ко мне многим я ездил знают меня не понаслышке по поступкам по делам принципе так меня и воспитывали но чтобы мужчины делали разбирались в соцсетях писали избегали такого я еще не слышал поэтому дорогие друзья много говорить я не буду в субботу мы обязательно встретимся проведем стрим разберем всех этих блогеров я так понял что с блогерами не то что дружить с ними надо быть на дистанции естественно косник не всех касается потому что есть такая как гаянка золотой человек который помогает а все эти надутые блогеры по прошайки которые живут на донатах которые живут на рекламах а вот блогеры мужчины рекламируют женские груди операции женскую обувь я вообще не понимаю таких людей поэтому дорогие друзья я долго молчал я ждал от людей извинения но не принудительно принудительно может каждый извиниться а самому понять что ты сделал что ты сказал и в кадре в адрес кого ты сказал при текому разуму и как мужчина сесть за стол поговорить хотя я мы сядили за стол разговаривали как мужчины и все вопросы были исчерпаны но крыса есть крыса дорогие друзья ждите стрима можете этот ролик небольшой который я выставлю распространить так как удобно кому угодно я буду разговаривать со своей публикой они с публикой куда желтой прессы и очень много интересного услышите очень много интереса услышите кто такой курбан амаров кто такой дмитрий хозяин барби окоп собака барабака гаяна те блогеры с кем я знаком я хочу просто сделать небольшую аналитику пообщавшись с этими семи людьми к чему я пришел кто они такие какую выгоду они ищут а ищет ли они вообще выгоду или просто они помогают это под вопросительным знаком это все услышите вы в субботу будет очень горячий стрим очень интересный стрим я молчал потому что был занят а теперь я могу сказать и вы все меня знаете я никогда не молчу я говорю то что думаю и при этом имея для этого подтверждение не просто словесно говорить что завтра кто-то у меня поинтересовался я не смог ему предоставить определенный документ не дорогие друзья аргументированно будем говорить по фактам разберем и соберем кого надо оставим в разборках разобранном виде я имею ввиду а кого надо соберем и пожелаем удачи следите будет очень интересно и жарко с уважением олег